Идёт дождь. Как объяснить французу, что дождь идёт? Куда идёт? Зачем идёт? Непонятно. Я вот сегодня об этом думаю. Ну а всем моим зрителям плавенный привет! Вы находитесь на канале Дневник Мила Френо. Я Мила Френо, это мой дневник. И это театр одного актёра, как говорится. Письма разбираю. И вот вспомнилось, мне пришла, значит, карта какая-то. Я ещё не открывала, сейчас посмотрю, что это. В 2013 году, когда мы сказали за Жужуку, окей, первый раз Бог миловал, дал нам всё-таки ребёнка. А второго давай-ка мы удочерим. Усыновим, удочерим. Ну мы думали, пусть будет мальчик, раз у нас мальчик есть, и ещё девочку где-нибудь удочерим. И начали вот по сайтам лазать, искать различные ячейки, каким образом это нужно сделать. Ну, если, знаете, продолжение истории получилось так, что я заберенила вторым ребёнком, и это была девочка. А вот наследили мы в интернете в тот момент много. Мы подписались на какие-то, как их называют, сайты. Вот ребёнка-то не удочерили в результате, но мы там увидели столько всего, столько всего страшного, знаете, что стало настолько страшно, что мы решили какую-то там, ну как это сказать-то, след свой там оставить. А мама Жужуки, она вообще специалист в этом. У неё там какая-то семья в Румынии, есть семья в Африке, семья там не знаю где. Она помогает там, они открытки шлют даже какие-то. А мы вступили в штуку, которая называется «Медицина без границ». Вот, мы помогаем людям, которым... Ну, честно говоря, я так особо не знаю, куда деваются наши деньги, потому что это такая маленькая сумма, что отчёты, естественно, нам за это не присылают. Но периодически нас подбадривают, мол, продолжайте слать деньги. Вот, целая карта мира. Вот, видите, здесь приклеили мою эту... Мадам Френу. Надо же, какая же я мадам. Какая огромная карта мира, пойду повешу её сейчас куда-нибудь. Ручку ещё прислали какую-то. И ещё одну, кажется, карту большую. А нет, это записная книжка какая-то. И ребёночек, который ест печенье. Видите, вот так ещё показывают его. Ребёнок в крошках, который ест печенье. Примерно то же самое, как и моя дочка, ест печенье и вся в крошках. Только единственное, она иногда его не доедает, потому что она не хочет. А есть голодные дети. И вот они мне сегодня решили об этом напомнить. Именно тогда, когда я в депресснике в таком конкретном. Они мне решили напомнить, что ещё и голодные дети, оказывается, есть. И второе письмо – это какой-то счёт жужуки. Отвали от меня, Джеймс, мы с тобой поссорились. Скорее всего, опять же, что-то надо платить. Едим огурцы. Размещаем видео на канале «Ля Дом» с рецептами. Глотаем слёнки. И думаем о зрителях, которые приготовят по твоим рецептам. А сегодня я и мой дом будем испускать пары иланг-иланга. И дышать, дышать, дышать. Давай хотя бы ещё... Эй! Что-то не капает. А, капает. Это я не вижу просто. Дышим, не надышимся. Я слышу тебя, слышу. Я просто снимаю на камеру. Сейчас приду и открою у тебя дверь. Здравствуйте, парни. Здравствуйте. Ноябрь, зима. А у меня вовсю растёт петрушка и укроп. Нет, это укроп у меня. Этот укроп я посадила через две недели. Вот этот, и ещё через две недели. Вот этот вот укроп. Пока этот съедим, как раз тот вырастет. А это кинза. Причём пушистая такая, хорошая. Мы уже что-то только с ней не делали. Наверное, ещё вот дожди прекратятся и тигрышки чем-нибудь засажу. На этой ручке написано «Медицина без границ» и имя моё и фамилию они тоже выбили. Молодцы какие. Мотивируют. Мотивируют. Да, фигурка? Мотивируют нас. Мотивируют. Какое интересное место мы с дружкой нашли. Оно называется ателье. И прям очень похоже, как будто и правда какое-то ателье. С мезонином наверху. И самое главное, прозрачная кухня. То есть можно видеть, когда они готовят. Мне нравится. Мы оба взяли одно и то же блюдо. Я взяла себе кальмаров. И он взял себе тоже кальмаров. Очень много риса. И очень мелко... Нет, 50 на 50 где-то здесь. Зато украсили красиво. Я рада. И мы взяли столик. Прямо смотрите, как будто на улице сидим. Десерт. Смотрите. Тарелка сырная. Это относится к десерту у них. Так, знаете, что я возьму? Я возьму потерянный хлеб под карамелью. Типа испорченный хлеб в карамели. Вот что я возьму. И ты есть потерянный хлеб. Видите? Называется тампиаджи. Это очень-очень-очень реально вкусно. Еще подается крем вот такой вот. И на всякий случай немного взбитых сливок. Еще нам принесли кофе. А он взялся петь. Это называется начиненная капуста. Сознай, кому шука? Капуста в креме. Показ и шу. А, потому что... Я думаю, почему капуста? Может быть, потому что там у нее куча всего внутри. Не знаю. Почему это капустой называют? Вообще, для меня немного удивительно встретить это блюдо в ресторане. Потому что памперту переводится как потерянный хлеб. Ну, типа, он уже засох, типа, весь портился. И все. Бабушки, французские бабушки придумали рецепты с этим потерянным хлебом. Они его там вымачивают в сахаре, в молоке, часто валют с яйцами, потом запекают в духовке. Если честно, это не самое экстравагантно выглядящее блюдо. Потому что, когда заливаешь его уже карамельным соусом, то, конечно, видок не очень. Но это действительно вкусно. Если ты умеешь готовить этот самый пампер, то это реально очень-очень вкусно. Он мне начал читать историю этой ее шу, которой капуста. Оказалось, что вообще-то ничего нет общего с тем, что я подумала. А вообще не про капусту речь. А потому что она называлась паташу, типа горячее тесто. А потом переименовали в паташу. А я говорю, я не могу мне еще заодно посмотреть историю, какого фига в эпоху Екатерины француженки носили большие такие парики, кучерявые, белые. И французы тоже. А он говорит, хорошо, я сейчас посмотрю. И пока он смотрел, я говорю, а то получается, вот сейчас передо мной поставь 10 француженок того времени. Я говорю, подумала бы, что все они близнецы, потому что они все одинаковые. Одинаковые кучерявые парики, одинаковый макияж. Говорю, как они тогда различали друг друга? А он говорит, а ты в свой инстаграм загляни. Он говорит, там тоже все одинаковые, их разлетишь. Видите, как это? Все старое, нет, все новое, это забытое старое. Так что мы сейчас просто стремимся к эпохе 17-18 века. Мы все хотим стать одинаковыми. Поэтому увеличиваем губы. Что мы там делаем? Ногти делаем полукруглыми. Наращиваем ресницы. И понимаете, насколько это смешно. Палдон? А-а-а-а! А-си! О-о-о! Ну-ну-ну, ты сошь, пап! Нельзя прыгать! Спас, кота, спас. А-си! Продолжение следует... Но они нифига не empty, потому что сейчас 17 часов 26 минут И в это время стрит-эмпти не бывают Давайте угадывайте, к какому фильму этот саундтрек? Магазины оптики Обратила внимание, что магазины оптики это самый лучший бизнес во Франции Видимо, они здесь плохо видят по какой-то причине Опять с какой-то фиговиной на лбу Я просто хотела прикол показать Вот смотрите, когда это твой собак и твой кошка Вот он кошка, вот он собак То есть можешь к нему, допустим, руки тянуть, как угодно Делать вот так, в пасте ему запихивать Делать все, что угодно Это твой пес, и тебе ничего не грозит Но если показать псу, что ты его боишься Даже если это твой пес Он может вести себя неадекватно Смотрите, вам покажу Сейчас я буду делать вид, что я его боюсь О, мамочки, я боюсь, боюсь эту собаку Я боюсь, я боюсь, я боюсь, я боюсь Видите? Аси Ап, аси Побоже Аси О, блюда хуже Патриоты французские везде поразвесили Светлойки и манифайки Помните ту штуку, которую на пляже подобрали дерево? Вот оно, смотрите Это Ромка сделал Теперь это дерево будет служить верой и правдой На столе, прямо Вот так Это ты, Ромка? Ромка, это ты, кто сделал? Да, это мы, кто сделал Вы, да 90% это ты Идея была Гладис Идея была Гладис А, 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 и кто ты нашел? Это Роман Фаджоли А, это ты видерал дерево И левый маневр, это Самуэль Самуэль Он говорит, типа На кухне не было места холодильник поставить Мы его взяли вот тут поставили На террасе Откроем холодильник Посмотрим, что у нас в холодильнике Сам, типа, вверх и гост Да Да Вы знали Вы 500% У нется Я люблю А, это только для напитков Я не знаю Да, я не знаю Я еще раз Оооо. Её богое. Её богое? Нет, нет. Ты дам! Её богое препятствует! Я тебя готовлю в дом. В твоём доме? Да! Я choose. Это бутылка пятилитровая, что ли? Смотри, какая она огромнейшая Знаете, что у всех такое серьезное лицо? Фотки, фотки нашли с класса Там и по 5, по 6 лет Пытаемся угадать, кто есть кто на фотографиях Одноклассники.фр Заставку О боже, мои сиськи на телефоне ПОМЕЦ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Самое скучное, это смотреть, как они друг другу дарят подарки, потому что это всегда одно и то же, это дэпсные ракетки. Просто каждый год круче и круче, и они с такими влюбленными глазами потом смотрят на эти ракетки, хвастаются между собой спортсмены. Хэппи пёзды! Субтитры делал DimaTorzok